Глава 6. 1. Однажды в Шаббат, когда Ишуа проходил через пшеничные поля, его Талмидим начали срывать колосья, растирать их руками и есть зерна. 2. Некоторые прушим сказали, почему ты нарушаешь Шаббат? 3. Ишуа ответил им, разве вы никогда не читали о том, что сделал Давид, когда он и его товарищи проголодались? 4. Он вошел в дом Божий, взял и съел хлеб присутствия, который никому не позволено есть, кроме Каганим. 5. Сын человеческий, господин Шаббата, закончил он. Стихи 1.5. Смотреть Матфея 12, 1.8 и комментарии. 6. В другой раз в Шаббат, когда Ишуа вошел в синагогу и учил, там находился человек, у которого была сухая рука. 7. Учителя Торы и прушим внимательно наблюдали за Ишуа, не исцелит ли он в Шаббат, чтобы можно было обвинить его в чем-нибудь. 8. Однако он знал, о чем они думают, и сказал человеку с сухой рукой, подойди и стань так, чтобы мы могли тебя видеть. Он поднялся и встал там. 9. Затем, Ишуа сказал им, теперь я спрошу у вас, что позволено в Шаббат? Творить, добро или творить зло, спасать жизнь или губить ее, что позволено в Шаббат. В Матитьягу 12, 10. Этот вопрос звучит так, разрешено ли лечение в Шаббат? Ответ современной Галахи тройственен. 1. В Шаббат лечение ради спасения жизни не просто разрешено, но обязательно. 2. Уход за тяжелобольными, например, за теми, у кого сильный жар или боль, отдающаяся во всем теле, разрешен, но с определенными ограничениями. 3. Лечение незначительных расстройств запрещено к зорой указом Равинов, по причине того, что большинство методов лечения сопровождаются приготовлением лекарств, требующим измельчения, а измельчение, запрещенный вид работы, смотреть комментарии к 12.2. Так как данная болезнь, сухая рука, не угрожает жизни и не является тяжелой, это излечение нарушает современную Галаху. О Шаббате, тем не менее, поскольку Ишуа не использовал лекарств и, следовательно, не производилось измельчения, можно прийти к заключению, в свете постоянно изменяющихся Галахических решений первого века, что никаких нарушений не было, но сравните Лехана на 9, 6 и комментарии. По-видимому, Мишна отражает Галахические нормы Прушим. Она запрещает лечение медицинскими средствами в Шаббат, но разрешает исцеление, приходящее в качестве побочного результата какой-либо другой деятельности. Например, нельзя фиксировать перелом. Если кто-то вывихнул руку или ногу, он не должен лить холодную воду на вывих, но он может просто помыть ее обычным способом, и если он исцелится, то исцелится. Шаббат 22, 5. В стихе 10 человек протягивает сухую руку, и она становится здоровой. Это в любом случае не является медицинским лечением. Однако ясно это, что он протягивал руку в ответ на повеление Ишуа именно для того, чтобы быть исцеленным, так что по логике, скрытый в Мишне, исцеление не было побочным результатом, а потому являлось нарушением Шаббата. По сути, Ишуа выдвигает пять аргументов против того, как Прушим применяют Галаху. 1. В параллельном отрывке в Матфея 12, 11-12 Ишуа оспаривает принцип, применяемый Прушим при. Толкование устной торы, выдвигая аргумент о приоритетах, исполнение добрых дел нужнее, чем детальное следование постановлением о работе в Шаббат. Определение приоритетов, это законный. Метод установления Галахи, смотреть комментарии к Йоханану 7, 22-23. 2. Он усиливает свои доводы аргументом Кальвы Хомер, смотреть комментарии к Матфею 6, 30. Если в Шаббат разрешено спасать овцу, насколько же более должно быть разрешено исцелять в Шаббат человека? 3. В параллельном месте у Марка он добавляет, что Шаббат создан для человека, а не человек для. Шаббата, Божьи законы должны служить человеку и позволять ему прославлять Бога, но не порабощать человека и не заставлять его прославлять законы, смотреть Марка 2, 27 и комментарии. 4. В Йоханана 5, 17-18. Он говорит, «Мой отец работает до сих пор, и я также работаю», и его слушатели правильно истолковали эти слова как заявление Ишуа о своей божественности и, следовательно, о необходимости и праве работать в Шаббат. 5. Наконец, в Йоханана 7, 22-23. После исцеления человека в Шаббат он выдвигает еще один аргумент Кольвы Хомер, если его оппоненты позволяют делать обрезание в Шаббат, то тем более они должны позволять исцеление, смотреть комментарии к Йоханану 7, 22-23. Общая идея этих пяти аргументов в том, что в целом правила Прушин для Шаббата – хороший. Пример для подражания, но нельзя позволять им давлеть над человеком, так как существуют обстоятельства. Когда человек вынужден нарушать их, чтобы поступать по воле Божьей и быть активным участником Божьего Царства, смотреть комментарии к Деяниям 4, 19, Галатам 2, 11-20 и комментарии. Нарушение. Правил, по правильным причинам, это немаловажный элемент мессианской галахи. 10. Потом, оглядев их всех, он сказал тому человеку, «Протяни руку», как только он протянул руку, она стала здоровой. 11. Но остальные пришли в ярость и начали обсуждать между собой, чтобы им сделать с Ешуа. 12. Приблизительно в это же время Ешуа пошел в горы помолиться, и всю ночь провел в молитве Богу. 13. Когда настал день, он подозвал своих Талмидим и избрал из них 12, которые стали посланниками, посланниками, смотреть комментарии к Матфею 10, 1, 14. Шимона, которого назвал Кефа, его брата Андрея, Якова, Яханана, Филиппа, бар Талмея. Шестой посланник в списке Луки назван сыном, арамейская бар, Талмея. Талмой – транслитерация на древнееврейском языке имени Птолемей, данного нескольким египетским царям после завоевания Александра в 336-323 годах до начала нашей эры, которые на несколько десятилетий подчинили Израиль влиянию Египта, потому неудивительно, что еврей назван египетским именем. В русской Библии этот посланник назван Варфоломеем, 15. Матитьягу, Тому, Якова, Бен Халфея, Шимона, прозванного Зелотом, 16. Ягуду, Бен Якова, Ягуду из Криота, оказавшегося предателем, Ягуду из Криота, смотреть комментарии к Матфею 10, 2, 4. 17. Затем он спустился вместе с ними и стал на ровном месте. Там находилось множество его Талмидим, а также огромное количество людей из всей ее Гуды, из Ярушалайма и прибрежных окрестностей Цора и Цидона, все они пришли послушать его и излечиться от своих болезней. 18. Те, кого беспокоили нечистые духи, исцелялись. 19. И весь народ пытался прикоснуться к нему, так как от него исходила сила, исцелявшая всех. 20. Он взглянул на своих Талмидим и сказал, «Благословенны вы, нищие, потому что Божье Царство принадлежит вам». 21. Благословенны вы, голодные, потому что насытитесь. Благословенны вы, плачущие сейчас, потому что будете смеяться. 22. Благословенны вы тогда, когда люди ненавидят и изгоняют вас, оскорбляют и причисляют к преступникам из-за Сына Человеческого. 23. Радуйтесь, когда это происходит, да, танцуйте от радости, потому что велика ваша награда на небесах. Ибо именно так их отцы поступали с пророками. 24. Но горе вам, богатые, потому что вы уже имели все утешение, какое только возможно. 25. Горе вам, сытые, потому что будете голодать. 26. Горе вам, смеющиеся сейчас, потому что будете горевать и плакать. 26. Горе вам, когда люди хорошо отзываются о вас, ибо именно так их отцы поступали с лжепророками. 27. Тем не менее, всем, кто меня слушает, я говорю следующее, любите своих врагов. Делайте добро ненавидящим вас. 28. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за тех, кто дурно обращается с вами. 29. Если кто-то ударит тебя по щеке, подставь другую, если кто-то забирает у тебя верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. 30. Если кто-то просит у тебя что-либо, дай ему это, если кто-то забирает у тебя то, что принадлежит тебе, ничего не требуй назад. 31. Поступайте с другими так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. 32. Какая похвала вам, если вы любите только тех, кто любит вас? Ведь даже, грешники любят тех, кто любит их. 33. Какая похвала вам, если вы делаете добро только тем, кто делает добро вам? Даже, грешники поступают так. 34. Какая похвала вам, если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно? Даже грешники дают друг другу взаймы, ожидая, что им полностью возвратят долготу. 35. Но вы любите своих врагов, делайте добро, давайте взаймы, не ожидая ничего получить назад. Велика будет ваша награда, и вы станете детьми Гайльона, потому что он добр к неблагодарным и злым. 36. Будьте сострадательны, подобно тому, как сострадателен ваш отец. 37. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и вас не осудят. Прощайте, и вам простят. 38. Давайте, и вам дадут дары, полной мерой, плотной, утрясенной и переполненной. Вам отсыплют в подол, так как той мерой, которой отмеряете вы, отмерят и вам. 39. Он также рассказал им притчу, может ли слепой вести другого слепого. Разве оба они не упадут в яму? 40. Толмит не больше своего рабе, но каждый, когда закончит обучение, будет подобен своему рабе. Смотреть комментарии к Матфею 5, 1 о культурном контексте этого стиха. 41. Почему же ты видишь щепку в глазе своего брата и не замечаешь бревно в своем глазу? 42. Как ты можешь говорить своему брату, брат, дай я выну щепку из твоего глаза? Если сам не видишь бревно в своем глазу, лицемер, сначала вынь бревно из своего собственного глаза, тогда хорошо увидишь, как вынуть щепку из глаза брата. 43. Ибо хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое не приносит хороших. 44. Каждое дерево узнается по своим плодам, инжир не собирают с колючек, а виноград, с кустов шиповника. 45. Добрый человек выносит доброе из доброго хранилища своего сердца, а злой? 46. Человек выносит зло из злого хранилища своего сердца, ведь уста говорят то, что переполняет сердце. 46. Почему вы зовете меня, Господи? Господи, а того, что я говорю вам, не делайте. 47. Каждый, кто приходит ко мне, слышит мои слова и исполняет их, я скажу вам, чему он подобен. 48. Он подобен строившему дом человеку, который глубоко копал и заложил фундамент на коренной породе. Когда произошло наводнение, поток воды обрушился на этот дом, но не смог разрушить его, так как у него было прочное основание. 49. А тот, кто слышит мои слова, но не поступает так, как они велят, подобен человеку, построившему свой дом безо всякого фундамента. 50. Как только поток налетел на него, он рухнул, и от целого дома осталась лишь груда развалин. 50. Стихи 20. 49 известны под названием «Проповедь на равнине», то есть на «ровном месте», стих 17. 50. При сравнении с Нагорной проповедью, Матфея 5, 3, 7, 29, критики пришли к заключению, что кто-то из двух авторов Евангелия ошибается, так как они указывают разные места одной и той же, по их мнению, проповеди. 50. С другой стороны, те люди, которые слишком ревностно стараются привести все в гармонию, предполагая, что это одна и та же проповедь Ишуа, предложили следующий. 51. Выход «Ровное место» Луки располагалось на «горе» или «холме» Матитьягу, Матфея 5, 1. 51. Но более правдоподобно допустить, исходя из опыта любого проповедника, что Ишуа проповедовал одно и то же послание много раз, изменяя лишь его объем, расстановку ударений и пояснительные примеры, что зависело от потребностей слушавших его людей. Лука описывает одно, такое событие, а Матитьягу – другое. О содержании проповеди смотреть примечания к Матфею 5, 3, 7, 29.